Здравствуйте! Вот есть такая интересная очень тема. Тема, в общем-то говоря, рекордная тема. Это разведывательные самолеты 50-х годов. Это вот уникальные объекты обычно. Это сейчас вот для разведки существуют спутники, космическая разведка. А тогда это самолеты, самолеты целой песни. Ну вот не могу не сказать про самолет-разведчик времен Второй мировой войны, немецкий самолет. Я уж не знаю точно, как он назывался, мы его все называли Рама. Рама. Вот такой вот самолет, очень уникальной конструкции. Два двигателя, вот такая, два киля у него, да? Рама. И в кабинке сидят. Говорят, он был исключительно живуч к воздействию, так сказать, огня вражеского. Он летал, у него такой был характерный звук, даже я это по фильмам помню, этот звук такой характерный, который внушал тревогу. Он очень использовался против партизан. Ну, вы смыслили партизан в этом квадрате? Все, туда сейчас придут каратели. Вот такие дела. Производили, кстати, вон на заводах авиационных в, так сказать, Праге, в Чехии, оккупированные тогда немцами. Да, вот он. Уникальный объект такой вот, да? Так, ну так ладно, кончилась война. Появились новые проблемы. Самый, наверное, знаменитый самолет-разведчик это Ю-2, или У-2, так его назвали, да? Ю-2. Самолет-разведчик, вот такой он специально такой черный-черный самолет-разведчик. Вот он летал на очень большой высоте, до 30 километров, как говорит легенда, поднимался. Значит, он нес своем борту фотокамеру, пережил несколько модернизаций, очень долго эксплуатировался, и, по-моему, эксплуатируется до сих пор. У него уникальное шасси, оно как у велосипеда, два колеса одно за другим, да, вы понимаете. Приземлиться на него очень сложно, то есть, представляете, приземлиться на велосипеде, да, и не упасть. А он в конце концов падает, и крылом скользит по земле, вот так вот, да? А стартуя, у него, значит, тоже подпорки из-под крыльев куда-то убираются или отваливаются, он взлетает. Вот такой вот уникальный объект. Летчик перед полетом, долгую предполетную подготовку проходит, дышит чистым кислородом, насыщает организм кислородом. Там на высоте ему будет его не хватать, дышит он кислородом, да. Вот это тот самый Ю-2, У-2. А во всех разных видах, разрезах, фотоаппаратах и так далее. А вот это вот СР, я не помню, СР-1, кажется, назывался, стратегический разведчик. Надо же сказать, что он достаточно живущий тоже оказался. Хотя вроде как, ну, понимаете, вот что Ю-2, что СР достать-то уже может зенитные средства, да, понимаете? Помните, тогда сбили Ю-2 под Свердловском, да, когда он, там был летчик, летчик-шпион его называли Пауэрс, его тут осудили, он отсидел, вернул, его обменяли на советского разведчика, назвавшегося Рудольфом Ивановичем Абелем в Америке. Его обменяли, и он, значит, организовали в Америке туристическую кампанию и возил туристов на то место, где его сбили, значит, под Свердловском. Вот такой у него был бизнес. А вот этот разведчик очень интересный. Почему же он остался жив? А это вот для чего. Это вот после того, как СССР и США отменяются ядерными ударами, вот эти стратегические разведчики отправляются в полет над территорией СССР, чтобы регистрировать результаты обстрела, результаты попадания, да, понимаете? Вот это очень такая вот мрачная тематика, да. Кстати, у нас тоже были, это вот любимый самолет моего детства, один из семейства Яковлевых, Як, да. Вот он, значит, тоже использовался у нас как разведчик, да. Возможно, у нас были специфические самолеты-разведчики. Вот, в частности, есть легенда, что Советский Союз скопировал или развил некий немецкий проект, да, немецкий проект такого вот рекордного самолет-летающего крыла, это вообще, да, по-моему, так схема называется. И вот этот даже самолет-рекордный летающий крыло, он до сих пор, так сказать, является объектом легенд, секретный самолет. Говорят, что он однажды в отместку на пролет У-2 над Красной площадью через год пролетел над Вашингтоном во время какого-то их праздника, типа Дня Независимости. И тот, и другой пролет, что над Москвой, что над Вашингтоном, остался в тайне. А при следующем пролете У-2 сбили вот под Свердловском. Вот такая вот история замечательная, печальная. Но авиация – вещь красивая. Желаю Вам удачи, всех Вам благ, пока.